МОСКОВСКАЯ БИРЖЕ Если так посмотреть, да, торги в Азии, они под знаком такой смешанной динамики проходили, Гонконг порядка 1% теряет, но вы видите, что материковый Китай более-менее стабилен, символический плюс японский Никей пытается хоть как-то расти на 0,1%. Ну и самое важное, что американский рынок акций, который фактически в состоянии такой коррекции пребывал последние пару недель, здесь признаки улучшения ситуации фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,7%. Сейчас, хотя прошлая неделя для американской биржи была, пожалуй, худшей с весны 2020 года. Наздак за прошлую неделю потерял порядка 7%, Dow Jones, S&P 500, там 4,5-5,5, такие где-то потери были. Но утром фьючерсы на Америку отрастают, Азия стабильна, и цены на нефть где-то 3,25%, такой рост, все это как раз инвесторов может немного нововодушевлять. О чем пишет РБК Инвестиции этим утром? Ну, опять же, не дня без геополитики и ситуация на Украине. В воскресенье, как пишет РБК Инвестиции, заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции, лорд-канцлер Доминик Рабб заявил с Каньюз, что для России наступают очень серьезные последствия, если она пытается установить марионеточный режим на Украине, столкнется с очень серьезными последствиями. Аналитики БКС-экспресс отмечают, что в ближайшей перспективе повышенная волатильность и обороты торгов сохранятся на нашем рынке, хотя и наверняка снизится относительно предыдущей недели. Что касается корпоративных отчетов, то РБК Инвестиции обращает внимание на результаты компании IBM, результаты будут опубликованы после, соответственно, закрытия торгов. Ожидается, что прибыль на акцию стоит 3 доллара 34 цента, выручка 16 миллиардов 110 миллионов долларов США, и сегодня также еще компания Халибертон должна будет приставить. Если говорить в этом выпуске, мы затронем значимые события недели, то на этой неделе также отчитается во вторник Microsoft, в четверг Apple. Эта отчетность важна, потому что, с одной стороны, мы видим 70% отчетов в США, опубликованных, вышли лучше ожиданий. С другой стороны, уже были разочарования от Netflix, от Goldman Sachs, таких гигантов, и это, соответственно, накладывает отпечаток. И завтра, кстати, доклад МВФ о перспективах мировой экономики. Давайте обсудим значимые события этой недели вместе с экспертом. К нам присоединяется Валерий Безуглов, руководитель направления аналитических решений Альфа Инвестиций. Валерий, доброе утро. Доброе утро, Константин. Валерий, уже несколько недель, буквально каждое утро начинается с одного и того же вопроса. И вас хочу спросить, геополитическую карту, в случае с российским рынком акций и рублем, как будем разыгрывать на этой неделе? Вы знаете, на этой неделе ситуация несколько проще. В том плане, что ключевым, безусловно, событием сейчас является на геополитическом фронте ответ, который потенциально письменный может быть сформирован для Российской Федерации. Мы слышали срок, что вполне вероятно, это будет сделано до 30 января. На основании этого фактора можно сказать, что, в общем-то, скорее всего, мы будем находиться в некем таком боковом движении до того, как эти новости, соответственно, выйдут. Поэтому здесь сейчас нужно смотреть на какие-то ключевые компании, ключевые фишки. И волатильность будет достаточно высокая, продолжится риторика с точки зрения словесных интервенций. Поэтому здесь уже инвесторы, так скажем, и спекулянты могут поучаствовать в этом движении в обе стороны практически. Я только добавлю, что накануне Энтони Блинкинг, глава Госдепа США, отметил, что сейчас слишком рано увеличивать санкции против России из-за Украины. Если ввести сейчас, то потеряем сдерживающий эффект. Это ограничить опции Запада в дальнейшем. И сегодня, кстати, главы МИД ЕС должны будут обсудить Украину. Но, как Блумберг писал на прошлой неделе, пока чиновники европейские уклоняются от обсуждения новых санкций. Поэтому, скорее всего, декабрьские договоренности будут так или иначе резюмированы. Валерий, другое значимое событие для нашего рынка, для мировых рынков акций на этой неделе – это заседание ФРС в эту среду, 26 января. Рынки в преддверии этого события, особенно мировые, американские, довольно-таки существенно снизились. Наздок 14% от ноябрьских максимумов потерял. Заседание ФРС, как оно повлияет на биржи? Ну, вы знаете, здесь, конечно, прежде всего будет зависеть от того, что будет сказано. Потому что сейчас на рынке достаточно широкий диапазон ожиданий роста ставки на этот год от трех шагов до восьми шагов. Это достаточно серьезный разброс. Также, конечно, самое важное, наверное, что можно теоретически услышать от ФРС – это потенциальные сроки уже так называемого сокращения баланса. Потому что у нас сейчас идет сокращение объема покупки облигаций. И, конечно, когда эта программа будет закончена, то, безусловно, ФРС может приступить как и к подъему ставки, так и к нормализации баланса. Вот вся эта риторика, она, конечно, будет крайне чувствительна для рынков. И если она будет идти в таком ястребином сценарии, то, конечно, давление на технологический сектор, в общем-то, может еще продолжиться на основании этих факторов. Валерий, ну вы осторожно. Я вас про геополитику спросил, про ФРС. И вы стараетесь каких-то таких четких прогнозов не делать. Что да, может быть, волатильность там буквально в обе стороны. То есть рано еще говорить о том, что вот такую гипотезу выдвигать, что коррекция на российском рынке акций, а американском, она уже произошла и вот близка к концу, смол. Ну, вы знаете, основная проблема, которая сейчас стоит перед всеми инвесторами, заключается в том, что геополитика находится на первом плане. И, к сожалению, сейчас отчеты компаний, какие-то позитивные заявления и прогнозы, они являются вторичными. Прогнозировать геополитику крайне сложно. Что мы увидели на рынке акций? Мы увидели три волны снижения на фоне выхода европейских инвесторов, американских и части маржин-колов у российских инвесторов. Безусловно, многие компании сейчас оцениваются крайне привлекательно. И если вы абстрагируетесь от геополитики, то, конечно, вы получите стронг-бай-рекомендацию по многим бумагам. Но если нас ждет какой-то дальнейшая эскалация и, не дай бог, какие-то военные действия, то давление может здесь продолжиться. И вот это основное сейчас. Вероятность этого события низкая. Но, тем не менее, нужно просто понимать вот этот сценарий. Валерий, по рискам, как сильно еще российский рынок акций и американские из-за ФРС могут снизиться? Ну, скажем так, из-за ФРС сейчас российский рынок в части value компании будет снижаться уже не так сильно, потому что он упал на геополитики, дисконтировав очень большое количество факторов. Что касается обострения геополитического, оно маловероятно. Но если оно произойдет, то, конечно, снижение будет по всему спектру. Это понятно, Валерий. Ушли от ответа. Хорошо. Давайте в деталях поговорим. На этой неделе много результатов от потребительского сектора. Детский мир, я смотрю, операционные результаты 25 января. Тогда же магнит, лента... Сегодня, кстати, фикс-прайс заявил о том, что планирует выкуп ГДР на сумму до 4 миллиардов рублей. На фоне этого бумага 5% прибавляет. Фикс-прайс также отчитался продажи в четвертом квартале 66,5 миллиардов рублей. Рост год-году 14%. Год назад было 58,1 миллиарда рублей. А что думаете про фикс-прайс и что думаете про потребительский сектор? Там детский мир уже, по-моему, 100 рублей. Давайте начнем по порядку. Что касается фикс-прайс, действительно, мы увидели существенное снижение бумаг практически вдвое после цены IPO, что преследовало огромное количество компаний, которые размещались в прошлом году. Вы знаете, наверное, если смотреть на компании, которые очень сильно упали, я бы не сказал, что фикс-прайс я бы выделил, потому что оценки все равно остаются достаточно высокими. Да, компания, конечно, рапортует отличную маржу, лучшую, по сути дела, в потребительском секторе, но, тем не менее, пока оценки, отскок здесь, безусловно, возможен после такого падения, но пока фундаментально все равно это достаточно дорого оценивается. Что касается магнита, мы видим, что действительно компания за январские праздники отчиталась, и достаточно хороший здесь отчет. Основная проблема заключается в том, что сейчас достаточно сильно растет инфляция, и, вероятно, она еще не находится на своем пике, пока точка разворота будет чуть попозже. Спасибо. Это был Валерий Безуглов, руководитель направления аналитических решений Альфа-Инвестиций. Я добавлю, что сегодня также талон Норникель-Мостэнерго представит операционные результаты. Рубль себя неплохо чувствует, помогает, наверное, то, что за выходные ничего страшного не произошло, хотя заголовки Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост смущает. И налоговый период, пик налоговых выплат завтра тоже поддерживает рубль. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост смущает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова